приветствую слышно меня раз-два-три всем привет еще раз слышно нашего гостя господа напишите пожалуйста прошу вас напишите это очень важно скажу что нибудь чем всем привет единственное я не могу сейчас читать комментарии потому что я просто потом читал вот после вчерашней нашей дискуссии меня там чуть ли не обвинили в украинстве чуть ли там не говорю обращая внимание поэтому я чаты не читаю обычно потому как наши зрители эмоциональны мне очень нравится эмоциональность но я всегда предпочитаю прохладный подход он гораздо более трезвый я многие комментарии читаю в свой адрес ты думаешь я не смотрю за своими комментариями оба мне там много чего наговорили но кстати к началу нашей дискуссии думаю что наговорили довольно неправильные вещи ведь я тоже не русский этнический националист я культурный гражданский националист но не россиянский а русский и это надо понимать перед началом нашей дискуссии я считаю что нужно отметить сразу ну давай я немножко о себе расскажу я потомок татар мишар и башкир и если кто знает хорошо историю что татары мишары именно миша и башкиры были военнослуживым сословами россии по сути казаками и башкиры например вошли в состав русского государства пошли в подданство ивана грозного почти 500 лет назад когда иван грозный соответствует захватил казань да в тот раз говорили об этом да и соответственно башкиры вошли в подданство ивана грозного и почему я еще вот являюсь сторонником то что россия все-таки была частью золотой орды московской соцсети русский княжь причинен арди потому что именно башкиры как они воспринимали вот я просто говорю что башкиры когда они вошли приняли подданство ивана грозного не очень легко добровольно нас даже в башкирии учился башкир я вырос башкирии хоть родился в оренбургской области у нас даже праздник есть там типа добровольные вхождения башкирии состав россии Mann roski добровольно вошли в состав россии общине добровольно вы вошли в состав россии почему потому что они считали русского царя почему белый царь называют белый царь это но есть две точки зрения происхождение научные белые это вот черни это тип простолюдина белый значит более высокое сословие вот одно объяснение второе объяснение то что у тюрков есть типа ну как бы объяснение ну то есть разделение сторон света по соответствии там и белый значит западный то есть белый царь по сути западный хан его так и называли вот и ахан ну то есть белых и поэтому он белым царем то все он был один из там ну просто он был как сказать другой хана следующих она из западных земель и золотой орды поэтому башкиры и многие земли они добровольно ходили и служили огромное количество татар стали военнослуживым сословом при россии и просто что я хочу сказать россия это империя в первую очередь россияна и зарождалась как империи самого начала вот прям самого начала она была империи и соответственно зависимости от того какой исторический период чего влияние было наиболее сильное то есть в раннее средневековье это викинги и хазары потом более высоко средневековье то есть дальше там соответственно это копчаки монголы более там соответственно новое время ну то есть вопрос уже когда капитализм а сейчас когда новую при петре уже соответственно европа немцы и зависит от того кто наибольшие культурное влияние оказывал вот они и дополняли элиту и россия к будущей империи она всегда училась у других народов как любая вере французская империя германской империя английская империя все эти империи такой иначе тоже подходит по дописание да я говорю что россия она некой степени уникальная империя потому что она какой-то степени она европейской империи в то как вот сепь нет она больше вот и похоже на византию или османскую империю который по сути наследница византийской И поэтому я как башкир и татар Мишар, я родился в 1991 году на территории Российской Федерации, мои предки уже 500 лет как живут в России по сути, я не чувствую себя чужим в этом государстве, я свой, я гражданин России, я здесь, у меня кровь скифов, сарматов, потому что современные, как сказать, и татары, и башкиры, они не чистые тюрки, потому что чистые тюрки, они с севера Китая вышли, ну с Алтая, но это чистые монголовья, если вы видели современных татар и башкиров, например, это, ну, примесь ираноязычных народов очень, и финногорских просто налицо, и мы по крови, конечно, мы смесь. Я удивлён слышать от человека, который отстаивает, скажем, не этническую идею, такой глубокой этничности о себе. Мне удивлённо, хочется поройтить ключами, спросить, почему такая зацикленность на крови у тебя? У меня не зацикленность, я просто объясняю, что мы все из одного крови у меня, вот, я просто говорю, что я вот сейчас, например, в Беларуси... Почему это было сказано, кровь скифов? Ну, привет, кровь скифов, это хорошо. Ага, потому что сейчас современный национализм, особенно русский, который я замечаю, он очень похож, напоминает германский нацизм, где кровь играла огромное значение. Ну, германский... Почему ты сам повторяешь в отношении себя такое? Мне кажется... Да я, 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 ты... Ну, вот ты говоришь, у меня кровь скифов. Да, скифов. Это гордо, это гордо звучит, да, кровь. Так, так это не, это не совсем гордо звучит, а к тому, что ничего чистого не бывает, когда говорят про чистых славян, но славяне никогда чистым не было, когда то же самое про тюрков. Все перемешалось, да? Да, и, соответственно, тюрки, ты чистый тюрк, ну, чистый тюрк, те же тюрки, они вышли, соответственно, из севера Китая. Ну, где вы чистых тюрков видели? Турки, а не тюрки? Нет. По-моему, споров нет, что турки — это тюрки, но большинство из них — это потомки ассимилированного анатолийского населения, греки, то есть арамеи, то есть это восточно-оримское население. То есть современные турки, вот кто себя называет турками, если вы были там в Турции когда-либо, это и антропологические, ну, просто вы приедете в Турцию и посмотрите на турков, которые там живут. Это далеко не степняки, вышедшие из северной части Китая, то есть там 500 семейки китайских, ну, из Китайской империи вышли, ушли к этим, к тюркам, там смешались, вот оттуда тюрки пошли, племя волка. Поэтому и славяне то же самое, и когда говорят про мы там европейцы, мы славяне, мы там, это тоже не совсем так, потому что русские, они, конечно, преимущество славяне, преимущество славяне, там процентов на 90 поставили. Но не только, особенно не только элита. И вот эта элита российского государства, оно разные исторические периоды с раннего средневековья, там до 20 века даже, эти большевики, там сколько евреев было, сколько там латышей, поляков и прочих было. Оно всю историю, всю историю, вот всю историю, с самого раннего средневековья до вплоть до 20-21 века, где у нас сейчас в элите, даже вот наше вот это олигархическое идиотское государство, которое, по-моему, никому не нравится, ни националистам, ни социалистам, ни либералам, никому не нравится это современное государство. Даже там, если вы посмотрите на политическую элиту, оно неоднородное. Ну и так было почти всю историю, с раннего средневековья, вот реально, с раннего средневековья до 21 века, Русь, Россия, вот эта вот метрополия политическая, которая вот именно в этом залезе нашем образовалась, оно никогда не было моноэтническим, никогда не было чисто славянским. И поэтому русский этнический национализм, он, как бы, для нашей цивилизации, в принципе, неприемлемый. Он опасен для элиты, я бы сказал, потому что, раз наша элита все время была не гомогенна, в таком случае, говорите, будьте одной нацией, это было бы даже опасно, потому что, ну, у нас никогда такого не было, да? И если говорить, давайте только там такие будут во власти, такие вот, какие мы сказали. О, Господи, вы что, против нашей многолетней традиции? Но у нас многолетняя традиция имела и такие страшные геноциды, такие страшные акты, ну, даже при которых нацистская Германия может немножко задорогнуться. Напоминаю, например, про Анинвал и традиции при Аниановне, которая уничтожала, геноцидила целые народы. Менахленные моторцы, которые проживали на территории России, были уничтожены при Аниановне. Ну, или не буду напоминать еще про древнюю традицию того государства, сейчас недавнего молодого Израиль, на территории которого только кто только не было. Тем не менее, даже в нашем сегодняшнем государстве Израиль, израильтян, евреев больше, чем русских, то есть, извиняюсь, евреев даже в Израиле меньше, чем русских в России. И говорить про то, что, ну, смотрите, у нас все время элита была разная, ну, так в разных, кстати говоря, государствах это то же самое и было. Нельзя сказать за одно государство, даже гомогенно-этничное, что у него бы элита была абсолютно, абсолютно именно такая, какая она и должна быть по нации. Нет в этом ничего зазорного или неправильного. Адольф Гитлер южно-германский немец. Это не северно-германский немец, а австриец. А дело глобочек это житель Вены вообще, причем с такими довольно непонятными корнями. Давайте можем даже копнуть в биографию Ронстарема или нацистов, которые приходили к власти. Давайте копнем глубже и узнаем, что у них всех очень даже не арийское немецкое происхождение. И, кстати, особенно в вопросе о крови, если уж так зашел вопрос, и Гитлер, и его окружение не очень-то спешили раскрывать свое древнее наследие, свои корни до 1750 года, как то требовали законы, законы 35-го года, принятые в Нюрнберге. Так что и тут все неоднозначно. Мы не новые и мы не особые в этом деле. Но я не согласен с первым утверждением о том, что Россия это такая особая империя. Нет ничего особого в России, как в империи. Россия это, безусловно, колониальная империя. Просто колонии у нее были не за бугром, не за океаном, а непосредственно рядом с ее периферией. Причем это не значит, что она не планировала такие колонии заиметь. Ведь при Александре Первом, например, мы хотели взять Гавайи. При Александре Третьем у нас была авантюра, связанная с Папуа-Новой Гвинеей. При Александре Третьем мы пытались высадиться в Джибути. При Петре Первом колонизировать Мадагаскар. У нас было очень много попыток занять заморские колонии. Мы мысли, как и европейцы, в парадигме колониальной империи. Мы воевали за колониальные территории, мы расширяли свои колониальные владения. Называть наш режим кем-то особым, особой империей, какой-то восточной османской империей. Господи, не приведи ужас. Назвать нашу империю османской. Османская империя балансировала на далеко не однородном населении. Османская империя, потому что, кстати, развалилась очень быстро, потому что была многонациональной империей. Россия, при всем уважении, многонациональной империей никогда не была. Как Османская империя или как, например, какая еще была империя? Например, как империя Австро-Венгерская. Не Австро-Венгрия, не Османская империя, это не были национальные империи, это были многонациональные империи. Россия при всем, при всем, при всем, при всем, при всем, тем не менее была национальной империей, в которой меньшинства угнетались, с меньшинствами обращались очень жестко. И надо сказать, что пытались и довольно успешно унифицировать эту империю. Так что империя после развала своего не сильно развалилась, а их национальные окраины не были уничтожены или не были созданы на них основе независимые государства вплоть до советской власти, которая сознательно вела процессы по коренизации этих народов в составе России. Но даже если мы обратимся к тому, что Россия и ее империя делали на последние 200 лет свое существование, это безусловно национальная и безусловно русская империя, какая бы она ни была по этнической составляющей. Да, в некотором роде это были немцы, и это иногда были действительно просто чисто немцы, но оказываясь в нашем престоле, как например и монголы в Китае, как например и пришедшие норманы в Англии и даже осевшие во Франции, они постепенно ассимилировались, принимали нашу культуру, находили наши традиции особенными, отставили национальные интересы. Говорить о том, что это как-то повлияло на характер национальности империи, нет. И скорее я скажу так, это не наша элита поглотила большое российское море, большой русский этнос, это наш большой русский этнос поглотил все остальные элиты. Ну я понял тезис, сейчас попытаюсь его немножко, не, я частично согласен, то есть мы вообще, когда говорим о таких сложных вещах, нельзя быть вот категоричным, вот прям стопроцентно говорить, что вот так и так. Ты с одной стороны прав, я с одной стороны с тобой согласен, но опять же есть но, вот это противное но. Мы когда говорим про типичные колониальные империи типа Британии, да, например, стоит разделять, когда Англия, например, Англия захватила Шотландию и Ирландию, это были чисто феодальные отношения, по сути, это были, да, Шотландия и Ирландия были перифериями Англии, но там работает чисто феодальные отношения. Сейчас вот Британия, она вот не может говорить, что мы чисто англичане, она называется Британией, и всегда вот это Шотландец, юбки, всегда там мешал вот этим дисциплинированным англичанам, что вот мы шотландцы, мы не англичане, мы шотландцы, поэтому мы британцы. То же самое было примерно с Россией, когда Иван Грозный захватил вот эти татарские ханства, он уже, вот я грубо говоря, 1552 год, по-моему, 57-й год, 57-й год, когда башкирские племена вошли в подданство Ивана Грозного, уже через, Калифонская война в каком году была, я забыл, уже лет через 10-20 башкиры участвовали в Львовской войне, там многие помнят, что башкиры участвовали в войне против Наполеона, ну почти все знают, потому что они уже тогда как вот свой единичный, как бы, как сказать, самобытное вот такое войско башкистское, оно ушло, и потом оно выделялось на то, что уже со времен Петра Первого, когда вот рекрутский набор пошли, что в рекрутов отдавали и татары, и мадвины, и фенугорский народ, то есть армия русских, армия Российской империи не была чисто этническая русская, там рекрутов нечисто английская и французская, да-да-да-да-да, чисто французская, чтобы назовем франкосконцы, Аверницы, Провансы, И да, я просто говорил, мы же не называем Шотландию колонии Англии, нет, мы называем колонии Британской империи уже вот эти территории индейцев, английские колонии там Индии и прочее, и когда мы говорим вот этих привозских народов, которыми вы 500 лет живете, с которым ты сейчас общаешься, мы не ваша колония, мы чисто феодальная, как сказать, у нас были уже феодальные отношения с вами, и наш Иван Грозный, он наш хам, он наш царь, мы такие же поданные его, как шотландцы поданные английскому правилу. Это не колонизация, феодальная отношения, тогда и русской нации не было. Нет, все очень просто, есть система инкомьенды, это такая испанская система колонизации, которая напоминала и вассальные отношения, и колониальные, просто в тот момент еще не было понятно, как обращаться с населением, поэтому, естественно, и редуплицировались именно феодальные отношения на наши покоренные земли, вот и все. Могу заметить, что для Москвы покоренными землями были не только казанские хансы, а Новгородская республика, например, и Новгород куда сильнее уничтожался, чем та же Казань татарская, элиты новгородские уничтожались не хуже татарских, и Новгород досталось больше, чем Казань, ведь на самом деле, когда Иван Грозный взял Казань, он ведь повелел сделать так, чтобы вокруг Казани на 50 вроде верст не было проживания этнических татар, причем их выселяли из центра города, причем и мечети, мечети после этого разорялись, после этого нашествия. Ну да, мы вас за 300 лет, кроме вот этой киевской, какая первая, первый храм в Киеве был, напомни, блин, забыл, короче, главный киевский храм, да, татары-монголы разрушили, да, но при этом религия была свободна, и вот освобождена, вот в чем преимущество татар именно, они вот... Преимущество татар и религия было освобождено, но тем не менее, Иван Грозный проводил очень жесткие репрессии в отношении татар, и Петр Первый проводил очень жесткие репрессии в отношении татар и рекручены среди них, так что говорить про то, что империя была какой-то прямо такой щадящей, многонациональной, спросите Петра Великого, считал ли он многонациональной свою империю, он ответит нет. Я с этим не спорю, я говорю, что просто вот этой империи нужно какое-то унифицированное население, вот эта идеология империи, православия, вот эта русскость, ее многие приняли, и татарские мурзы приняли, особенно когда запретили, первое время вот при Иване Грозном татарским мурзам были мусульманами, они могли бы у них могли быть крестьяне православным быть, и все такое, все нормально. Потом позже пошло, что, например, если мурза мусульманин, он не мог иметь православных этих... Крепословно мог иметь православных крепослов. Да, а позже вот эта православность, вот эта именно идеология государственная, она просто очень жестко уже в Паволжье насаждалась, почему башкиры начали вот при Романовых, при поздних романах, не ранних Романовых, при поздних романах там башкиры 10 восстаний подняли, и это не было такое национальное восстание, потому что вот даже Салават Юлаев, герой, да, башкирского народа, он восстал с кем? С Емеляным Пугачевым, Емелян Пугачев русский казак, да? Вот, это была борьба именно за сохранение тех договоренностей, которые было при Иване Грозном, и почему башкиры поднимали восстание, потому что они военно служим в Салфоне были, то есть казачество. Казак вообще это тюркская фигня, это чистый тюркский стиль жизни степной на периферии империи, и это одно из влияния именно тюрк на вообще российское государство, и казаки огромную роль в русском государстве. Нас тут спрашивают зрители, а если какая-нибудь страна колонизирует Луну, станет ли она колониальной империей? Я считаю, что безусловно станет колониальной империей, если колонизирует Луну, здесь разницы нету. Колонизация безлюдных пространств тоже колонизация. Нет, я знаешь, с чем борюсь? Я борюсь с тем представлением, которое в последнее время я сталкиваюсь в русском национализме, которое вообще не традиционно русские вообще. Я сталкиваюсь в последнее... О каком национализме речь? В многие направления, даже вот Егор Погром... О, не говори даже об этом, да, это очень сильный вопрос, правда. Я вижу в них огромное влияние западного вот этого... Ну, во-первых, немецкого нацизма, немецкого нацизма вот этого кровного. Это первая компания. Второе вот это американского, консервативного, такого белого, колониального, как сказать... Согласен, согласен. С этим я согласен. И я вот с этой позиции больше борюсь, потому что к нашей России это вот вообще непримиримо. Вообще вот, ну, сто процентов. Если они там представляют, что русские какие-то носители свидетельствуют, как англичане там к индейцам пришли, там забудутся им, что-то там продавали, да. Вот у них примерно такое отношение, например, вот к татарам, да. Я думаю, что у них отношение даже немного иное. Они считают, что есть какой-то богоносец-царь. У них ведь сейчас царизм. Я ведь держу руку на пульсе. Они ведь не совсем националисты теперь, они считают себя царистами. Они считают, что царь есть богоносец. Нет, но насколько я знаю, Егор Погром, он демократ изначально. Нет, 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 это очень важно. Сейчас он считает себя царистом и противником демократии. Это очень важно. Это очень важно. Насколько я знаю, он сторонник больше вот сингапурской модели власть лучших. То есть есть вот типа номенклатура. Да, наверное, да, да. Наверное, да, наверное, да. Но насколько я знаю, он больше сторонник, все-таки он больше демократ, и он... Сейчас он не сторонник демократии ни в каком виде. Но скорее всего, он вообще не в меритократии. То есть ты, чтобы как бы получить какой-то должность, ты должен выслужиться, как вот Петре. Вот был этот табель о рангах. Меритократия, наверное, лучше. Меритократия. Да, он больше меритократ. То есть он не вот классический консерватор, а император должен быть. Но скорее он традиционалист, как бы националист. Но он все-таки больше у него демократии. Но я к тому, что в риторике очень часто, вот, среди, особенно в комментариях, это чисто западное влияние. Даже западное влияние, которое вот именно современное, даже не европейское, а уже американское влияние, когда они там, у них есть... Вот я просто, например, один из примеров американского влияния на европейскую культуру и на русскую культуру. Я очень много почему-то от русскоязычных слушаю шутки, вижу шутки в интернете, в русском интернете, про слабость французов. Во французы там подняли белый флаг, прочее, прочее. Объясняю, как это появилось вообще, как массовая культура. Французы во Второй мировой войне себя проявили не очень. Их немцы быстро захватили. Американцы участвовали в освобождении Франции. Они высадились в Нормандии. Далее, во Вьетнаме тоже вот эта французская бывшая колония. Американцы тоже там выручили француз. И в американской среде, которая оторвана от европейской политики, и никакой... Ну, они слабо понимают, что такое Европа. В их среде появился такой мем, что Франция всегда сдается. В Европе, чтобы... Тем более в России. И в Европе в целом говорить, что французы, они какая-то слабая нация, которая постоянно сдаётся. Ну, это безумие. Вы, французы... Этого... Революционная Франция... Наполеона, да. Да, революционная Франция всей Европе противостоявила. Наполеон просто всех драл туда-сюда. И, блин, просто... То, что Россия каким-то чудом выиграла Наполеоновскую войну, когда Наполеон не пытался захватить Россию, а просто надавить, это просто чудо, да, нам повезло. Ну, блин, но французов, которые, блин, в Первой мировой войне там просто немцев сдерживали, ну, на всём Западном фронте, называть какой-то, ну, слабой нацией, которая, блин, просто всю Европу, как сказать, создала современную Европу, одна из величайших наций, назвать какой-то слабой... И это американское влияние. То же самое американское влияние по отношению к мусульманам. Россия, которая является восточной евреей в Европе, одной из первых территорий, где возникал ислам, потому что Болгария-Воская, это там, где ислам, первая монотеистическая религия возникла. И, если ты помнишь... Ещё раз. Ещё раз. Болгария-Воская Болгария, это территория современной России, это неотъемлемая часть территории России. Появился там ислам? Да. Там не появился... Ты первым в истории ислам? Восточной Европе. Восточной Европе, ну, имею в виду до Урала, если мы считаем географически правильно. Я к тому, что князю Владимиру ещё приходили булгарские послы и предлагали принять ислам. То есть, он ещё был язычником. И он выбирал, какую религию выбрать. И выбрал византийское христианство, потому что там ещё от Ольги пошло, и вообще с Византией связи большие были. Но, то есть, ислам – это совершенно не чужеродная религия для России. И если ты был, как сказать, в Петербурге, там есть Петроградский район, и там мечеть есть огромная, прямо в центре Питера, вот прямо в центре Питера. Есть мечеть, я забыл, как она называется, но она построена была ещё в 19 веке. И мусульманский, и купцы. А ты, и мусульманин? Я не мусульманин, я атеисты. Я просто говорю, что… Я тоже атеист, поэтому позволь как атеисту атеисту сказать. Мне на самом деле нет разницы, православный там, католик или протестант, или иудей, или мусульманин. Я не различаю сорта, травы. Для меня это не очень принципиально. Ну, мы можем с позиции 21 века рассуждать о этих религиях. Я понимаю, что людям нужно задолбаться каким-то наркотикам, чтобы жить спокойно. Я понимаю хорошо, но меня не впутывайте в это. Конечно, есть разные сорта, травы. Да, есть белые, синие, красные таблетки. Кто хочет, какой берёт. Для меня это не так принципиально. Это всё находится у меня за другим пределом. За пределом личного выбора человека. Не, я понимаю. Но мы рассуждаем как продукт 21 века. Но я говорю, и ты в средневековье, ты не мог существовать без мистического мировоззрения. Если у тебя есть мистическое… Ну, то есть ты либо был язычником каким-нибудь, либо поклонился какой-то фигне, либо поклонился более прогрессивно, и разделяем большинством идеологии. И православие, вот это, ну, православие имею в виду христианство восточно-римского типа, где большинство населений греки были, соответственно, греки большое влияние на это оказали. И это огромное влияние на Русь. Где, именно откуда письменность появилась Кирилльца? От Болгарии, да. Болгарию хоть основали тюрки, да, турки. Ну, тюрки, тюркоязычные, Болгария наши, эти братья, по сути. Но Болгария, она жила на границе Византийской империи, где, соответственно, приняли вот этот тип христианства восточно-римский, где появилась письменность. И первые институты, вот эта наука… Можно объяснить, да, я хочу понять, а к чему ты клонишь? Потому что исторические религии огромное влияние. Вот эти авраимистические религии… Ну да, исторические религии имеют огромное влияние. Земля круглая, земля шарообразная, трава зеленая, небо голубое. И религия имеет большое значение исторически для страны. Я говорю, когда… Почему ты ведешь? Время я к тому, что когда современники шутят, почему-то пренебрежительно относятся к тому или иному. Да. К той или иной этой религии они часто, вот именно на исламе делают акцент, как будто ислам это что-то совершенно… Поверь мне, я не делаю акцент ни на какой из них. Они равны для меня, абсолютно безразличны. Я не делаю ни на одной из них особенного акцента. Я не отдаю предпочтения. Со мной можно быть спокойным. Нас тут спрашивают, кстати, судить все-таки страны по мемам, это круто, но есть у меня медведь, например, на моноцикле, но не у всех же так, намекая на то, что все-таки судить страны по мемам, это не очень высокоинтеллектуальная задача. Да нет, я не говорю. Я к тому, что вообще мы в постиндустриальном мире живем, и я считаю, что в постиндустриальной эпоху понятие нации вообще нарушается. То есть оно вообще не нужно. Национализм нужен был в 19-20 веках. Это какая-то историческая модель. То есть средненькою нужна была какая-то религия, да, там в древности еще что-то было, там мистическое мировоззрение своего средненькою. А что в 21 веке, на твой взгляд, тогда заменяет это? В 25 веке? В 21 веке, в 21 веке. Мы покажем в 21 веке. Но смотри, я там, ну я говорю, а потом татар, мишар и башкир. Я сейчас нахожусь в Беларуси, в городе Минск. Ну вот непонятно, если нация устарела, почему ты так часто говоришь про то, что татар, мишар, башкир? Какая разница, черт возьми, если тебе никакой разницы нет, если 21 век, то зачем ты это говоришь, а? Я, мы, потому что определенный топик обсуждаем, мы топик именно про этнический национализм обсуждаем. Ну вот я, например, ни один раз за эту нашу беседу не назвал себя русским. Ни один раз, блин. Почему-то ты так часто говоришь, кровь скифов, татар, башкир, мишар. Я не знаю, кто из нас этнический националист вообще в целом? Кто из нас двоих? Не, ну, то есть ты не являешься этническим. То есть какая твоя идеология? Давай тогда ты так скажи. Я просто, может, спорю просто с каким-то конструктом, который я создал в своей голове. Вполне возможно. Я гражданский и культурный националист. Ладно, в таком роде Беларусь должна стать частью России? Разумеется. Почему? Беларусь и Россия не раздельны. Это просто общность, которая была выдумана, придумана советской властью и зафорсена с целью обособления друг от друга единого русского народа. Но если сейчас беларусы приняли эту даже, если ты говоришь, советскую идеологию... Да, люди обрядились в наряды, как эльфы на комик-коне. Они придумали себе язык, придумали себе флаги, придумали национальную идентичность. Это все отлично, я уважаю это, и это должно закончиться. Я к тому, что ты так говоришь, как будто русская нация, которая в империи российской зарождалась, как будто вот эти великороссы, малороссы, великороссы, которые объединялись в русскую нацию общую, и эту воровскую трилогию не было чем-то насаждаемым государством. Да, это было насаждаемым государством, но это гораздо более древнее, гораздо более проработанный лор, так сказать, фэнтези вселенной. Мы это старые толкинисты, а нам суют какую-то Санта-Барбару. Мне очень не нравится, когда толкинистам суют Санта-Барбару. Или мы поклонники Джона Рональда Ройла Толкина, или Джорджа Мартина, а нам посылают какое-то вторсырье, какой-то оскорбительный фэндом. Для меня, как для поклонника глубокого лора, это буквально плевок в лицо, я не могу это стерпеть. Ну, я говорю, это вкусовщина, а мы... Это вкусовщина, мы просто... Великие культурные достижения Беларуси, можно перечислить? Культурные достижения Беларуси? Ну, а у них же своя национальная идеология, национальная мифа, соответственно, они свое... Да, можно узнать, что они думают по своей национальной идеологии. Ну, все это идет с Великого княжца Литовского, соответственно, когда Миндовк был призван Новогрудок. Этот город белорусский... Ну, типа, ну, как призвание? Он основал белорусскую нацию, они назывались белорусы. Не, 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 он основал Великое княжество Литовское со временем... А, белорусы где? Белорусы это предки, ой, потомки литвинов. Так они себя называли белорусами или нет, я не понимаю? Русские себя называли русскими до 20 века? Тоже не называли. Вот, поэтому... Русские люди себя называли русскими. И до 20 века называли себя русскими. Не надо, пожалуйста. На очень зыбкую почву стоешь, Арфаэль, на очень зыбкую. Не, 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 до 20... Да, русские массово себя русскими начали называть в 20 веке благодаря большевикам. Русский лед себя называл русскими не благодаря большевикам. Не надо. Не, ну... Еще один шаг в бездну, не надо. Очень тонкий лед. Очень тонкий лед. Очень тонкий лед. Русские в средневековье называли себя... Докажи. Я докажу сейчас. Русские в средневековье себя называли Русь как множественное число. Русин? Русин, болгарин, татарин как единственное число. Ты чей будешь? Я русин. Я под властью русского. Я русин и жители Киева, хотя они сейчас себя украинцами называют, они там долгое время называли себя тоже русинами. И жители московского старства, многие себя называли русинами. Это как бы полиэтноним. Есть еще более легиональное название. То есть, вот когда вот эта родоплеменная структура разрушена, когда там древляне, вятичи, поляне все исчезли. И когда все начали, было превославие, они уже назывались... Ну, давай эволюцию стране в средневековье сперва. Вот эти славяне, которые были под властью русцев, викингов, они себя сперва называли... Соответственно, у них родоплеменная структура была, они ее назвали, соответственно, рода. То есть, я там из древлян, я там из вятичи. Потом, соответственно, когда православие было, православная религия, уже наслаждалась власть. У них какая-то некая региональная, региональная была, сказать, региональная, сказать, самоназвание. То есть, там Рязани, но из Рязани есть он и Рязанец. Там есть Владимир Владимирович, из Киева и Киевчанин. То есть, некого общего этнического у них не было. Соответственно, позже, позже уже мы видим, что они уже... Ну и в то время уже было... То есть, вот, поймем, регионально было вот это этническое, но не русские люди, как прилагательные. Они себя так не называли. Они называли Русин, Русь. Множественное число, единственное число, Русин. Вот. И это было вплоть до империи. Когда появилась, соответственно, империя, вот это уже общий... Когда вот Российская империя подчинила себе, соответственно, все земли. Вот при Екатерине до конца подчинила себе земли Великого княжства Литовского. Ну, вот речь поспалюту. Вот это население, чтобы оно интегрировалось в общий котел. Ну, соответственно, придумали новые этнонимы, там, для белорусов, для литвинов, соответственно, белорусы. Хотя это тоже Белая Русь, опять же, Западная Русь. Ну, опять же, Белая Русь, опять же, Белый Царь, почему потом Западная Русь? Вот. Белая Русь. И украинцев у них был вот это тоже этноним. Украинцев он тоже использовался, помимо Руси. И уже более поздний период придумали Великороссы. Вот для жителей Московского царства бывшего, хотя оно тоже... Соборная Солянка из Новгородцев, там, Владимира Сосуза с Касимой и так далее. То есть это все было... Вот те, кто жил под татарами, по сути, под тем или иным влиянием татары, это, соответственно, Великороссы. Их называли Российской империей Великороссы. А, соответственно, те, кто жил в Украине, это Малороссы, Белорусси, Белорусси. И только в советский период начали Великороссов, всех Великороссов, называть русскими. А, соответственно, Малороссов называть украинцами. Белорусы так и стали белорусами. И, соответственно, было, конечно, влияние Великороссии, это Великоросский шовинизм уменьшится. И, соответственно, было... Ну, вот это возражение и украинскому национализию было русское, это было, не спорить. Но, как себя крестьяне называли, они не называли себя русскими просто так. Вот этого не было массово до советского периода. И еще, русский крестьянин понятия не имел о Дмитрии Доцку, о всяких там Достоевских, о всяких там Ушаковых и прочих великих русских людях, которых мы сейчас восхищаемся. Все это в советской школе, когда внедрили массовое русское образование, всем детям-крестьям внушили вот эту идеологию национализма. Раньше было куча диалектов. Если ты посмотришь одну из фильмов редакции про староверов, они говорят на немножко другом языке, хотя они чисто великороссы, они вот из Московского старца, они говорят по-другому. И раньше в России была куча диалектов, люди по-разному себя называли, и вот эта единая русская нация с самознанием русские зародилась только при внедрении русского массового образования, которое внедрили башевики. Нет. Потому как слово русский или русские, это этноним, который относится к более раннему времени. Так называла себя элита восемнадцатого. Кое-то время иногда элита, но они массовые христиан. Остановись, 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 остановись. Но именно в восемнадцатом веке национализм и был уделом русской дворянской интеллигенции, потому что дворянская нация и была, по сути говоря, теми русскими, которые и двигали историю вперед. «Я горжусь тем, что я русский», — говорил Александр Суворов. Мы можем вспомнить Сумарокова, который написал песню о Хореве, где русский, хотя понятное дело, что в тот момент русских не было, он называл жителей средневековой Руси. Но он тогда употреблял этот термин. Это вторая половина восемнадцатого века. Дворянская аристократия, дворянская интеллигенция, дворянские чиновники и даже императрица России Екатерина II употребляла в официальных документах слово «русские». Давай не будем заострять проблематику до тех крестьянских масс, которые, естественно, в тот момент не были не то что допущены до избирательного права, но и до элементарной жизни в обществе. Русскими себя осознавали интеллигенты и элита. Это и есть начало зарождения нации. Нация распространяется и расползается по интеллигенции и расширяется все гуще и гуще в самые низы народа, воображая и будоража новые мифы, сентенции, мифы основания, новые идеи и эстетику, которые создает элита. Первый русский – это, безусловно, элита нашего общества. И русский национализм ведет начало с второй половины восемнадцатого века. Он довольно древний. Говоря же о том, что, смотрите, ну, русские себя называли только русским, потому что большевики придумали. Это, блин, не так, просто это подмена понятий. Когда мы говорим о всем народе, который называет себя русскими, и говорим, что это нация, это далеко неправильно. Исторически нация понималась по-разному. Дворянский национализм восемнадцатого века подразумевал, что нация является только дворяне, а в девятнадцатом только служилые люди, в середине девятнадцатого только народная интеллигенция, а в конце девятнадцатого века, что целый народ. Но даже в тот момент слово «русские» также употреблялось. Это тоже удивительно. И это даже Александр Третий, который сказал «Слава Богу, я русский!» Это слово употреблялось. Официально придворное именование «Великоросс», «Малоросс», «Белоросс» и «Триединство русского народа» это тоже дворянская идея. Это безусловнейшая и синтенсуальнейшая. Это та история и диалоги, которые придумали для того, чтобы объединить и объяснить это все. Самопонимание, самоидентификация русских имеет очень глубокие корни, чего нельзя сказать ни про белорусов, ни про украинцев тем более. Поэтому Белоруссия и Украина – это государство, которое мимикрирует свою национальность. Быть может, лет через пятьсот, если они останутся независимы, мы можем говорить о феномене такой культуры. Но сейчас ни о ком вопросе о том, что это суверенно, независимой культурой, речи не идет. Даже Австрия не так отличается и даже больше отличается от Германии нынешней, чем нынешняя Белоруссия и Украина от России. Мы единой религии, а Австрия не единой религии с Германией. Хотя в Германии даже есть и католики в Баварии, и католики в Кёльне. Это тоже самое немцы. Для Европы, наверное, также можно и определить, австрийцы – это не немцы. Ну да, с точки зрения чистой истории, Австрия была не немцами. Это южные немцы и северные немцы. Но это один народ. Просто из-за итогов Второй мировой вынуждены поделиться надвое. Это один, черт возьми, и тот же народ. Просто у них есть другие флаги, у них есть другие правительства, у них есть другие национальные идеи, которые внушает им, опять же таки, элита. Поэтому не субъектно ни Украина и ни Беларусь. Единственное, что субъектно по-настоящему – это русская нация, исторически сложившаяся, уже политически даже сложившаяся, и осознающая себя таковой. Я уверен, что и ты тоже относишь себя к ней. «Русский» – это звучит гордо. Почему мы вспоминаем именно их? Почему украинцы не поминают Гоголя, хотя вроде бы он русский великий поэт, и говорят только о том, что он учился на Украине, и писал там свои романы? Гоголь писал романы и в Риме. Так же было и с нашей интеллигенцией по всему миру. С чего это вдруг русский стал таким маленьким низким термином? Мы очень хотим принизить значение русских, говоря, да этот термин вообще придумал большевики, если всудить таким образом, русских придумали вчера. Я их вчера придумал. Или позавчера, не помню точно. Матрешка – не русское изобретение. Балалайка – придумка. Лапти, наверное, только самая русская из всех изобретений, каких только можно быть. Крестово-купольные храмы неудивительно, их привезли из Греции. Да даже наша музыка тоже, в общем-то, не самая национальная и народная. В них множество европейских мотивов. Можно деконструировать любую нацию таким образом. Я могу то же самое сказать и о башкирах, и о татарах, и обо всех остальных. Но это же неудобно говорить верно. Я тоже ведь могу сказать, что вас придумали тоже большевики, называть так. А почему нет? Почему нет? В конце концов. И большевики в том виде, в котором сейчас этот тонем используется, в том виде, в котором он сейчас используется, придумали большевики. И большевики дали государственность. И большевики дали автономию. В конечном счете, если обсуждать такими темпами роль национализма, то все придумали Черчиллю в 18-м году. Но это, блин, как-то неправильно. Если, по крайней мере, даже задуматься о том, что это неправильно, вы приходите к выводу о том, что есть фенотипическая схожесть, есть гоплогруппы, есть не только культурная, но и действительная государствообразующая, смысловая идентификация, идеологическая, религиозная, культурная, смысловая, историческая. И вот, черт возьми, ни в одном из них я не вижу ни Украины, и ни Белоруссии. Я хочу сказать, что, да, я понял, что ты имеешь в виду. Просто мой вот этот пассаж был насчет русских самоназваний. Это был, ну, сейчас дай договорить, тоже не перебивай меня, как я тебя не перебивал. То, что мой ответ был на русских, это то же самое, что ты начал с того, что ты сказал, что белорусы, типа, а когда они появились? Когда вот самоназвание белорусов? Я просто объяснил, что и самоназвание русские тоже появилось довольно-таки недавно. И белорусы... Довольно-таки недавно, это вторая половина 18 века. С точки зрения истории, это довольно-таки недавно. Русские вообще появились, если мы даже в летописи почитаем, это очень древнее самоназвание, откуда есть пошла русская земля, и там через строчку русские люди, русские и прочее, оно везде. это древний термин, очень древний русский. И к русским княжествам есть тоже там этноним. Да, да, русские, русский этноним, этноним, он очень древний. Я просто говорю, что вот массовое его самоназвание как народа, вот по сути, современные русские, это потомки великороссов, которые назывались в Российской империи себя великороссов. И вот это самоназвание русский в прилагательной форме массовое сознание вбило советское, как сказать, советское массовое образование. И то же самое с белорусами. Я в этом никакой разницы не вижу, то, что белорусов вбили вот это массовое самоназвание именно то, что советская школа, что советская школа вбила массовое самоназвание великороссовым термином русский, Потому что они раньше все массово имеют, не элита, а массово. Если ты националист, ты должен против сословного устройства общества. Потому что националист, потому что у нас все сословия имеют некую национальную идею и считают себя неким единым образованием, которое есть общие цели. И вот с точки зрения национализма, вот именно русский национализм, великоросский, оно появилось в советской эпохе. И самоназвание массово русский появилось в советскую эпоху. Так термин-то очень древний, это и в летописях сказано, и Суворов, и Достоевский, и многие интеллектуалы, и элита. Мы использовали и Россы, еще Россы тоже часто используют. Очень часто термин, как Россы, тоже элита использовала, помимо русский. Я не спорю, это русский очень древний термин. Опять же, просто когда мы говорим о белорусах, то надо знать, что мы просто сторонник того, что современные национальные государства, такие как Российская Федерация, Украина и Беларусь, это не продукт какой-то там Древней Руси, еще чего-либо. Конечно, это все общие предки, и Российская империя общий предок. Но это все-таки образовалось в 91-м году. И Беларусь, она в 91-м году образовалась, как независимое государство. Я наследник, она ни Российской империи, ни Великого княжества Литовска, а БССР. Украина, соответственно, наследница не какой-то там Речи Посполитой, не какой-то там Запорожской, не Гетманов каких-то, которые когда-то жили, а именно УССР. А Российская Федерация, соответственно, это юридический преемник РСФЦР. Поэтому мы не можем говорить, что мы наследники Российской империи, и Россия уж точно не является прямым наследником Древней Руси, потому что любое государство, это в первую очередь власть. Мы, башкиры, заключили с пра-союз, ну, под нас вошли Рюриковичи, ну, власть, которая имела власть от Бога Рюрикович. Потом мы с Романовыми заключили союз после смутного времени, там башкиры, это уложение, которое было заключено этим Романовыми, когда они собрали всех поданных, там были эти договора заключены. Соответственно, когда Романовы исчезли, империя исчезла их, а мимо советское не возникло. Возникло там временное правительство, потом у Совета взяли власть. Соответственно, все то, что было, вот это наследие огромной империи Рюриковичей и Романовых, оно просто как бы общее наследие всех потомков, вот это, всех, кто жил на этой территории. И то, что Российская Федерация была, она взяла себе вот эти две столицы, да, там Москва и Санкт-Петербург ничего не значит, такой же осколок Российской империи, как Украина, Беларусь, Казахстан и прочее. И то, что Россия выстраивает миф имперский, что мы там в Древней Руси от Рюриковичей идем, это полный бред. Мы просто осколок Великой Империи, да. Но сейчас мы наследники Российской Федерации. Я гражданин России, значит, ну, у нас Российская нация, Российская гражданская нация. И мы россияне. Я считаю, что есть такой интересный политик Дмитрий Медведев. И когда-то Дмитрий Медведев нам сказал, Россия, страна, ей вообще 20 лет. Ей вообще 20 лет. Я помню эти прекрасные слова. Когда наш великий президент Дмитрий Медведев сказал, Россия, это вообще очень молодая страна. Ей всего 20 лет. Этих людей не то, что во власть нельзя пускать. Их до сортиры умывать сортиры нельзя допускать. Людей, которые говорят, ну что, мы всего 20 лет живем вообще. Новая страна 20 лет. Мне стыдно за не только этих людей. Мне стыдно за себя. За то, что никто не изучает ни наших уроков, ни делает выводы из наших уроков. Ну уж, черт возьми, говоря про то, кем мы являлись и чьими наследниками являемся, никогда нельзя забывать о том, откуда мы пришли, никогда нельзя забывать, кем мы были, никогда нельзя забывать о том, откуда мы и куда идем. Ведь если мы скажем, что нам 20 лет, мы ребенок, учащийся ходить, в конце концов. Мы уподобимся нациям, которые не знают своего прошлого, не ведают своих корней, опираются только на свои слабые ножки, делая вчерашние шаги сегодня. Гана или Гвинея. Я бы не хотел считать свою страну республикой, черт возьми, Лимпопо. Некоторым это нравится, некоторые даже говорят, мы счастливы быть самой молодой республикой Лимпопо. Я рад за республики Лимпопо, но такой я Россию не считаю. И да, мы наследники не только этой Советской империи, но и Российской, и Российской республики, и не только ей, но и царства, и герцогства, и княжеств, и Новгорода, и это все в нас. Начиная с речи, в нас очень много чего. И говоря о том, что в нас все перемешалось, ну что ж, в таком случае государственных устройств нас немало перемешалось. От самых языческих корней до вершины атомного века, от тьмы средневековья до ослепительных объятий эпохи модерна, от альфы до омеги, все это русские. И если вы выделяете оттуда что-то еще, вы клянчиваете, вы вычеркиваете, вы делаете, говорите, ну это вообще недавно было придумано. Научитесь говорить, вам это очень важно, вам потребуется это, научитесь говорить. Я тебя прекрасно понимаю, потому что в юношестве я когда-то тоже был националистом, и, удивление русским националистам, говорят, Советский Союз был русофобским. Но именно благодаря Советскому Союзу все начали говорить на русском языке, на всем пространстве Российской империи все начали говорить на русском языке. И русский язык, огромное распространение получила русская культура. Именно Сталин грузин, когда он на Красной площади обращался к советским войскам, которые должны были защищать Москву от немецких захватчиков, он говорил, вспомните своих предков, Дмитрия Доскова, Александра Невского, чисто русские герои. То есть он был им чисто имперцем, и грузины, они как христиане, они были, как сказать, элитой государства, дворянство грузинское, она была чисто элитой Российской империи. Вот Пагратион, великий князь, герой России. И грузин, и Сталин, будучи грузином, он себя не... Я абсолютно антисоветчик, я считаю Басильский Путин тупиковым. Я просто тебе говорю, что оно, мы, империя, и вот империя Московского царства, она, конечно, искала свои корни, как и любое, и Советская империя, и Российская империя, и современная Россия. И она ищет корни своей национальной идеи глубоко в древности, глубоко в древности уходит. И вот эта идеология идет, начиная с Рюрика, вот это мифическое призвание, хотя я считаю, что призвания, скорее всего, не было, скорее всего, это миф. Идет вот именно от глубокого средневековья вплоть до современности нашего Владимира Владимировича Путина. И все националисты, они ищут легитимность глубокой древности. Но при этом величайшему государству современности, которое влияние огромное оказало на нас, на наш быт, который платит мне сейчас деньги, я просто работаю на Соединенных Штатах, как я говорю, и она, я работаю на американских заказчиках, я программист, я работаю на американских заказчиках. Ну, хотя это уже глобальная компания, которая в Индии появилась, у меня половина людей, вот глобализация, половина людей, с кем я работаю, это индусы, белорусы, со всем мира, европейцы, это глобальная экономика, и мы в постиндустриальном глобальном мире живем, где вообще это понятие нации не имеет значения, но современный мир. Да, понятие нации вообще ничего не значит, на самом деле, в мире, скрыть это талибам, которые захватили власть в Афганистане, ну и многим другим, КНДР, скажите. Давайте, ведь все-таки, какой смысл там сражаться им за эти колочки земли, в конце концов, давайте, ну, people, ну, такие тупые они все, я чувствую, ну, люди тупые просто, извини меня, пожалуйста, ну, тупые люди, они верят в нации какие-то, из-за этого столько войн ведется, может им сказать все-таки в конце концов, ну, парни, ну, Северная и Южная Корея это одно государство, у вас один народ, ну, блин, ну, чего вы вообще стараетесь тут, ну, скажите это, пожалуйста, людям, которые там воюют по две стороны конфликта, ну, или, пожалуйста, на арабы-палестинскую границу, там тоже очень тепло это встретят, ну, чего вы, пацаны, ну, одни мусульмане, другие иудеи, ну, ну, пожмите друг другу руки, ну, ну, пацаны, нация не имеет, это фикция, формальность какой-то, или, может быть, о, отлично, на пограничный конфликт в республике Ливия, где войска адмирала Умара сражаются со своими повстанцами, ну, скажите им, что они просто ведь один народ, в конце концов, или Америки, попробуйте сказать им, что Америку придумали вчера, Америка очень сильно чтит свою историю, Америка очень повторяет своих отцов-основателей, не обходится ни одного президента, который бы не напомнил ей об этом, и я напомню Байдена, человека, которого я цитировал, мне очень он нравится, он говорил во время победы над выборами, когда его избрали президентом, историю своего детства, он говорил о Библии, подаренной отцом, а ему, его отцом, и на этой Библии он клялся, говоря, not to keep your fate, but spread it, слова, которые передал его дед. Это только один момент уважения к предкам и достоинству истории, которые Америка берет в своем начале. Напомню, что не обходится ни одного крупного акта в истории Соединенных Штатов, который не принимается с поправкой на древнейший документ от их штатов Конституцию, и хоть Америка не имеет такой большой истории, а на черт возьми вгрызается в нее, как лютый голодный волк на кусок мяса. Когда мы говорим про отцов-основателей, мало кто может остаться равнодушным в этом вопросе, как и про нашу историю. Многие американские президенты даже с честью называют, что мы происходим от древнего Линкольна или Аврама, Аврама Линкольна и Джорджа Вашингтона. Это очень важно, блин, в Америке. Если бы это не было важно, никто бы на эти деньги не гулял все это время 4 июля, пока идет парад. В конце концов, даже национальная гвардия Америки, которая переодевается в треуголки и камзолы с двувортными мундирами и ходит с прикладными штыками. Зачем это нужно им? Какой тут, блять, смысл? Прошу прощения за это слово, но серьезно, какой, черт возьми, смысл в этом поганом, отжившем свой век национализме? Какой, черт возьми, смысл? Я не понимаю. Мир сошел с ума в таком случае, я считаю. Просто люди ебобо, они реально не понимают. Я думаю, что надо им все-таки это объяснить. Нация это все миф какой-то, это придумка. Но если это придумка, я хотел все время спрашивать других людей об этом. Почему, блять, люди в это верят? Настолько крепко, что готовы убивать друг друга. Нет, я абсолютно с тобой согласен. Я считаю, что национализм это религия 21 века, с 19 по 21 века. Это светская религия. Какой-то там чувак крутой выражался. Я к тому, что именно Америка это типичное национальное государство, гражданская нация. Я гражданский националист. Я сторонник, конечно, глобализации. Я считаю, что объединение мира это просто логическим, как бы сказать, завершением прогресса. И к этому все идет. И это должно свершиться рано или поздно объединение человечества. Все мы когда-то вышли из Африки. И все мы когда-то должны объединиться. К этому идет. И государство это, по сути, борьба за власть и ресурсы. Это элиты, это бенефицары вот этой борьбы за власть и ресурсы. И, соответственно, власть и ресурсы это самый выгодный бизнес, выкачиванный из податного населения или в результате войн. Это и есть, как сказать, двигатель. Ну, какого-то прогресса без государства. Ну, как либертарианцы и анархисты против любого государства. Я считаю, что не было бы современного мира, не будет национального государства. То есть это какая-то необходимая эволюционная ступень развития, как феодальное общество было необходимо, ступень цивилизации. Хотя там и крепостное право было необходимо, нужно было концентрировать ресурсы. Ну, то есть, вот, по сути, если у тебя не было бы иерархии, у тебя не концентрировалось ресурсы в каких-то узких кругах элиты, у тебя бы не было современной науки, у тебя бы не было современного права, государства, вообще ничего не было бы. То есть это некий этап, необходимый для человечества, чтобы перейти в другую ступень развития. Но сейчас, в современную эпоху, я считаю, для России слабого государства, которое составляет 2% мирового населения, 3% и тоже 2% мирового ВВП. Мы своими... Многовато, что 3% мирового ВВП. У нас 1,6% вообще-то. Мы своей имперской политике, я вижу, что она не работает, она отпугивает и украинцев, и казахов, и белорусов. И мы не можем постсоветское пространство, даже на постсоветское пространство, оказать влияние. И Россия сейчас выступает как пугало. И как ты, помню, спорил в одном видео с русскими националистами? Да, Россия сейчас выступает как карабас-барабас. Я абсолютно не согласен с нынешней политикой России в отношении своих окраин. Я считаю, что Владимир Путин обезьяна с гранатой. Это обезьяна, которая размахивает пиписькой перед всем светом и говорит, какие мы великие, кланяйтесь нам. Какие мы великие, кланяйтесь нам. Мы лилипуты с ядерной гранатой, которая размахивает перед мирным сообществом, требуя поклоняться шишке, нашей шишке, естественно. И вся наша национальная политика, если она существует, крутится вокруг идеи «вторая мировая», «деды воевали», «девятая мая», «забыли, что ли, ироды»? Это вся наша национальная политика. Я против такой национальной политики. Мне бы хотелось, чтобы Россия не вошла на 2-3 года оккупацией или захватом Беларуси, Украины и всего пространства СНГ. Я бы хотел, чтобы Россия пришла туда раз и навсегда. На веки вечные. На все времена. Я не на пару лет. Не на несколько десятилетий. И даже не на века. А навсегда. Мне хотелось бы, чтобы Россия предложила всем этим странам выгоду, экономику, сильную экономику. И купила бы эти страны. Я бы хотел, чтобы Россия стала конкурентоспособной в мире. Я бы хотел, чтобы она стала богатой, процветающей, сильной. Чтобы она могла обеспечить себе все, чего она желает. И потом взяла то, что она хочет. Но никак не раньше. А столопы и дуболомы, примитивные неандертальцы с дубинами, будут бесконечно говорить о том, чтобы необходимо немедленно брать танки на Киев. Еще не время. Еще не время. Надо готовиться. Надо становиться сильнее. Надо подниматься. Надо соответствовать тому уровню империи, который мы на себя нацепили. Мы должны, в конце концов, быть честными с самим собой. Мы историческое дно цивилизации, которое мало что может предложить сегодня в 21 веке. Мы должны исправиться. Мы должны стать сильнее. Мы должны стать могущественнее. Мы должны стать крепче. Мы должны стать богаче. Мы должны стать сильнее. И когда мы станем сильнее, мы нанесем удар. Но не раньше. Мы должны стать сильнее. Вопреки всему, ради всех, несмотря на ошибки и все наши препоны нынешнего государственного образования Сдружиться с теми, с кем надо, порвать с теми, с кем не надо Выломать себя, наступить себе на горло Послать в задницу свои имперские амбиции Послать в жопу все эти устремления До тех пор, пока мы не станем сильной экономически развитой державой Пока мы не сможем купить своих конкурентов Пока мы не сможем отомстить За унижение Пока мы не сможем вернуть себе первое место А потом вернуть себе первое место Не, я с тобой согласен Я с тобой в этом абсолютно согласен И в этом ты мне симпатичен Но, чтобы все это совершить Русским националистам Надо перестать быть русским этническим И стать националистом российским Я не люблю это слово «российский» При всем уважении, слово «россиянин» На мой взгляд, себя сильно дискредитировало нашей властью Я не люблю называть себя россиянином Хотя бы даже потому, что это любимая фраза Ельцина Которую он очень сильно форсил Мне не очень нравится эта новая общность россиянин При всем уважении я не вижу ничего плохого В словосочетании «русский человек» Или, на худой конец, просто «русский» Мне неприятно это слово «россиянин» Не из-за того, что мне триггер на это А из-за того, что уже этот триггер провалился Наша страна показала полную несостоятельность Нашего проекта россиянства Я вижу в нем только провалы Поражения Этническую преступность Переделы территорий Сфер влияния Бандитизм Я не вижу в этом ничего объединяющего И я бы не хотел, чтобы наше общество Себя вот так именно называло Вообще этот термин еще давно появился Мы же люди 21 века Мы должны смотреть на то, что себя дискредитировало Мы же не будем называть себя нацистами Сейчас Потому что это слово себя дискредитировало К примеру Никто не станет называть себя, к примеру, велокоросами Потому что уже давно прошло это время Время новых мер Время новых имен Время новых формаций Время новых общностей И новой национальной религии Проблема в том, что 20% населения Вот именно русский Если в имперское время Оно могло быть объединяющим Но именно в советское время Оно стало названием Советское время прошло? К счастью Да, да Я к тому, что Ну, татарин Чтобы себя назвал русским Он россиянин Мы наполним это имя новым содержанием Мы наполним его новым содержанием Новым смыслом В этом ведь и сила государственного режима В том, чтобы наполнять Новыми смыслами Новые этнонимы Новый термин Новые названия Русский гражданин Звучит, мне кажется, гордо Ну, звучит Полно, я гордо Но я Например, я Никогда себя русским называть не буду Чеченец Никогда себя русским называют Россиянин спокойно Я гражданин России Я россиянин Что, мне тут стыдиться Или что тут мне скрывать Американец, весь Америка с независимым У нас шотландец, англичанин О, британец Британец Нормальное название Не смотрят на что англичане Шотландец Валиец Они там со средневековым Вместе там И ненавидят И любят друг друга И вместе колонизируют И захватывают Но они британцы Они же не говорят, что мы англичане Почему мы должны вот это Русскость продвигать Я вполне считаю, что Российская Как и белорусская Как и украинская Как и казахстанская И вот эта идентичность Очень хорошей Я не говорю, что русские люди Не должны себя называть русскими Они должны называть русскими Ты русский человек Назовь себя русским Я не буду себя называть Но я к тому, что Принижение каких-то других Это не пойдет Ну, то есть вот это В наше Ты, как сказал В имперское время Это было совершенно нормально Абсолютно нормально Никто об этом не волновался Мне кажется, это советский комплекс Который нам следует пережить Это не опасно Это не вредно Сейчас мы можем это видеть Совершенно невозможным Но в будущем Я уверен, мы еще справимся С этим вопросом Поживем, увидим Время покажет Мы увидим новую Россию Мне кажется, что В этой России Будет не стыдно Называть себя русским Каждому человеку Живущему в этой стране Я бы хотел, чтобы Не стыдно было Называть себя русским Не стыдно не только Как гражданину Но не стыдно Перед другим Не стыдно даже На западе сказать Не стыдно нигде Сказать, что ты русский Потому что Не стыдно имею в виду Не в смысле Русским быть престижным Я к тому, что Назвать себя русским Не будучи этническим Русским Это как-то ну стрёмно А я к тому Потому что это Понятие этноса Не гражданство А россиянин Это понятие гражданства Понятие создает государство В Российской империи Это было не только Понятие этноса В Российской империи Но сейчас это не так И я думаю Времена меняются Времена меняются Ветра истории переменчат Я думаю, что мы Прошли тот исторический путь Когда мы как французская нация Могли сложиться В какую-то Действительную нацию А я думаю, что Все-таки не прошли Мне кажется, что Вопрос в том Когда мы сложим свою нацию Зависит от нас самих Не от каких-то обстоятельств Времени А от нас самих От нашего желания Быть частью этой нации И я считаю, что Мы еще этот шанс Не упустили А золотой век России Еще впереди Вот на этом я бы хотел Наверное, закончить Потому что Больше Более высокого накала Будущности Вряд ли мы смогли бы найти А можно заключить Снорик Буквально Две минуты Конечно Конечно А я хочу сказать Единственное Что Я просто считаю Что Вот именно Возвращение К Вот этой К Российской империи И на той риторике Русскости И прочее Оно уже сейчас Невозможна Потому что Мы прошли Свой исторический путь Ну вот Тот момент Когда это можно Было бы То есть Мы второй раз Первый раз На луну Уже не можем Полететь Потому что Первый раз На луну Американцы Полетели У нас Не может быть Революция 17-го года Потому что Она уже была Она была Спровоцирована Некая объективная Причина У нас Не может быть Великая французская Революция Которая Которая она Была спровоцирована Определенными Социально-экономическими Последствиями Великая февральская Октябрьская Революция Они тоже были Плодом Своего времени И поэтому И мировые войны И сейчас Мы этот период Прошли У нас То что получилось Да Искаженные большевиками Да Спроектированы большевиками Но какое оно есть И мы сейчас Цивилизация Постиндустриальная Очень старая Рождаемость У нас Низкая Очень низкая Это не Российская империя Где рождаемость Была огромная Где было Сословное общество Две Социальные Процессы Совершенно были Совершенно Другая Сверлица С не то Что было Начать В 20 век И Поэтому Начало 20 века Конца 19 века Сейчас Неприменимы И вряд ли Они захватят У нас То что Сложилось То сложилось И с этим Надо работать И я считаю Что Чтобы Привлечь Белорусов Украинцев Казахстан И других В нашу Зону Влияние Чтобы Создать Именно Престижную Государство Потому что Япония До 19 века Нахер Никому Интересно Была Япония Но Имею Ввиду Вот такая Массовая Конечно Япония Это высокая культура Всегда была Но опять же Китайская культура Китайская культура Всегда была Очень интересна Западом Но Сейчас все Смотрят Аниме Вот это Массовая культура Вот это Наша Все смотрят Аниме Заказывают Суши И прочее Благодаря Благодаря Что Япония Развелась И Слушает Корейское Корейское Как бы Вот это Корейскую Папсу И танцуют Корейские Там всякие Песни В Тиктоке Эти танцы В Тиктоке Вот эта Массовая культура Она Зародилась Благодаря Капитализму Благодаря Экономическим Успехам Кореи Соответственно И Японии Почему Мы все Смотрим Американские Фильмы Пользимся Американским Сердцем Ютуб И у нас Все Американское Центрирует Америка Это Экономически Успешно Капиталистическое Густоество Мы В эпоху Капитализма Живем Мы В эпоху Постиндустриальной Поэтому Россия Должна Стать Развитой Экономической Постиндустриальной Державой С гражданским Общием Чтобы Она Стала Да Ты Прав Мы Должны Отказаться От Милитаризма Мы Должны Развивать Экономикой Мы Должны Вписываться В Постиндустриальное Современное Общество Чтобы Вписаться В Постиндустриальное Общество Мы Должны Отказаться От Эти Имперских Мифов Но Не Должна Отказаться От Них Полностью Я К тому Что Они Должны Быть К тому Что Мы Должны Уважать Всех Мы Скажем Украинцы У нас Общие У нас Общие Великая Слава Мы Вас У нас Великие Предки Святослав Ярослав Мудрый И прочее С белорусами Тоже самое Мы Одного Рода Но Мы Признаем Что Вы От Верминации Мы Вас Уважаем Там Миндов Княз Литовская Наоборот Надо Говорить Как Как Они Великие Как Они Крутые И Украинцам Тоже И Вот На Этой Дружбе На Взаемной Торговле Вот Это Взаим Потому Мы В Эпоху Торгашей Нам Торговать И Продавать И Больше Денег Заработать От Мы Будем Велики Мы Уже Эпоху Войн Великих Прошли Когда Мы Были Велики Потому Что Мы Хорошо Воевали Сейчас Нам Надо Не Воевать А Торговать Надо Око Сказать Надо Быть Добрым Надо Услады В Уши В Надо Говорить Какие Хорошие Украинцы Белорусы Независимо Какие у них Мифы Полякам Сказать Извините За Тахатень Перед Теми Как Немцы Извиниться Надо Свою гордость Немножко Уменьшить Гордыни Но При этом Помнить Что Мы Крутые От Крутые Немцы И Всех Уважать Все Знают Что Немцы Крутые Независимо То Что Они Сейчас Совсем Леваками Стали Как Говорят Многие Но Они От Этого Великим Народом Не Стали Немцев Играет Крутой Футбол Делают Крутые Машины Немцы И Мы Никуда Не Денемся Россия Есть Россия Немцы Русские Русские Никто И Все Для Западных Русские И Никуда Это Не Денется И Мы Станем Велики Когда Мы Откажемся От Этих Миф Что Украинцев Никто Белорус Никто Когда Вот Эту Риторик У меня Она Более Дружественная Соседская Вместо Вражды Войны На Торгаш Там Станем Великин Как Корейцы Японцы Все Будут Принимать Культурные Коды Российские И Россия Станет Величайшим Государством И Я думаю Это Когда Небудь Ну Ладно Все Я Сказал Своё Паспием Слово Спасибо 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 Давай Хорош Вечером Пока